Добрый день, друзья. В своих последних экспериментах мы исследовали механизм веры. По сути дела, фундамент механизма плацебо, потому что он занимает такое существенное место в нашей психике, он играет существенную роль в нашей жизни, в нашем здоровье, в наших отношениях и так далее. Это достаточно большой механизм, с которым работает наше сознание, через которое материализуется наш проявленный мир. И вот в процессе этих экспериментов мы тоже берем информацию, в дальнейшем она дешифруется, обрабатывается, и очень многие вещи разворачиваются, становятся очевидными. Поэтому чем больше мы экспериментируем, чем больше мы работаем с измененными, я бы не так не сказала, с внутренними состояниями сознания человека, с глубокими погружениями в себя, тем больше мы приходим к выводам, что все-таки первое, с чем человека надо научить работать, когда он спрашивает, как научиться так, как вы, это дать ему инструментарий, как почистить свою призму восприятия. Я уже давала там какие-то приемы, какие-то моменты. И дальше, когда человек начинает работать со своей системой ценностей и убеждений, когда он уходит вглубь себя, когда он набирает какой-то инструментарий уже, следующая проблема, которая всплывает, наверное, сейчас вспомнит абсолютно все, кто, например, занимался гештальтом, какими-то направлениями психотерапии, официальной тета-хилингом, РПТ, любым направлением, которое предполагает коучинг, сессии, раскопки, оказание психологической помощи через разговорный жанр. Абсолютно все направления, я не буду перечислять, там символ драмы и так далее, тоже из этой же оперы. Они все предполагают, что человек, который приходит на обучение, прорабатывая себя, углубляется, и дальше у человека встает вопрос. Количество программ и убеждений в психике человека просто неимоверное. И доставать их по одной, как убеждение, это просто невероятно сложно, долго, то есть это психотерапия на всю жизнь. И получается, ты пришел развивать способности, а у тебя такая подмена, говорит, иди и занимайся психотерапией. И в то же самое время твои способности напрямую зависит от того, сколько места на твоем дисковом пространстве. Без психотерапии вроде как и никуда. Сегодня мы упростим эту задачу. Я вам подкину одну идею, подведу вплотную к практикам. Их там может быть несколько вариантов. Но есть самый простой вариант вообще. Его используют те же самые суфи. Но я вам его не скажу. Я вам его не скажу. А если вы до него допрете сами, а у вас есть возможность допереть до него сами, то вы тогда сделаете, и увидите, как это все прекрасно работает. Это все для людей с устойчивой психикой. Если есть склонность к психическим расстройствам, нестабильности, пожалуйста, с этого момента мы выключаем ролик. Да? Все остальные. Идем дальше. Смотрите. Когда мы занимаемся психотерапией и раскапываем себя, углубляемся в себя, неважно, в паре или самостоятельно, самостоятельно в каких-то вещах сложнее, в каких-то легче, мы приходим к чему? К тому, что мы начинаем осознавать и проговаривать наши какие-то убеждения вслух. Да? Когда мы проговариваем, у нас систематизируется, укладывается как-то сознание, структурируется. И вот с этой структурой, если мы начинаем смотреть за структурой и ищем вот это нижнее корневое наше убеждение, на котором построено все дерево, программы мелких таких разрозненных, которые влияют на нашу жизнь, их очень много. Но они как-то все сводятся, сводятся, сводятся к какому-то корню, к одному, да, к более глубокому. Так вот, когда мы начнем рассматривать вот уже на глубоком уровне те программы, такие основополагающие, которые содержат на себе целые деревья по психотерапии, вдруг оказывается, что все эти программы можно объединить, можно объединить в один блок, который можно назвать претензией к Богу или разборки с Богом. Так лучше, потому что там будут не только претензии, там будут и благодарности, и совместное сотрудничество, и позитивное будет. Мы же сами делим на позитивное и негативное. А программа, она есть программа, убеждение, но есть убеждение. И получается, что вот вся система ценностей и убеждений человека базируется в нижнем ярусе, предпоследнем, да, она базируется на взаимоотношениях, на разборках с Богом. Ну, кто-то скажет, что я вообще не верю в Бога, в Бога, значит, у меня этого яруса нет. Нет, господа, в таком случае у вас будут разборки с Высшим Я, а у кого-то это будут разборки с Аллахом, а у кого-то это с Будой, а у кого-то это с Дьяволом, а у кого-то это с Тонким Миром, а у кого-то это с Чертями, а у кого-то это с Инопланетянами, с Альфа-Центаврой. Неважно, как вы это назовете. Это слой, который образуется при образовании психикой первичной дуальности. Когда мы разделяемся, мы разделяемся, то есть наше сознание, оно делится на Я и НЕЯ, дабы создать индивидуальность. И вот это НЕЯ, когда оно разделилось, да, оно наделяет определенными качествами. Вот эти качества, не я, да, мы туда что переносим? Ответственность, как правило, вину, там Бог во всем виноват, это Он создал, а я тут соломинка текущая по жизни, там, да и всякую херню такую. Люди несут, дабы не взять, например, на себя просто ответственность, да, либо же не сделать шаг, либо чтобы не простить. Вот человеку больному онкологии говоришь, ну прости, отпусти, он говорит, я простила, отпустила, а он, падла, пускай живет с моим прощением, как хочет. Ну и вот как вы думаете, как в этом случае общаться дальше с человеком? Вот. Понимаете, вот этот вот ярус, когда мы разделили себя на Я и НЕЯ, мы на него делегировали какую-то часть себя, да, которую мы не хотим в себе принять, признать, либо же наоборот, которую мы считаем очень яркой, очень классной, и мы туда тоже ее поместили, да, мы разделили, мы сделали второе Я, которое как наша тень, как наше зеркало нас отражает. К чему я это так подробно сейчас сакцентировала внимание? Если вы начинаете, вам больно в жизни, и вы пришли к психотерапевту, который будет работать там, лечить вас от алкоголизма, реконструировать личность, или будет вас прорабатывать отношения, дабы вы не сиганули с крыши, и у вас все было хорошо, и понеслось, понеслось, это один вид терапии, да, это верх. Вам будут вот это вот дерево, кустики ваши подстригать, подстригать программно, и постепенно, постепенно срезать, 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 дабы когда-нибудь дойти до веточек, до нижних, да, до ствола дерева там дойти практически уже нереально. Но если вы человек, достаточно гармонично в жизни уже развившийся, выстроивший вокруг себя определенный социум, определенную игру, и вам хочется познать ресурсы и свои возможности дальше с точки зрения психики, то дальше имеет смысл уходить вот на этот уровень, уходить в корень дерева, да, и дальше уже разбираться между я и не я. И вот понимаете, если мы вот на этом уровне выстроим полную гармонию, выстроим полную гармонию, то вот через эту гармонию уже можно управлять реальностью осознанно, в очень короткие промежутки времени. Это просто схлопывает время, и мы видим, вот мы, например, задаем параметр, да, и в течение суток у нас разворачивается на этот параметр варианты, и дальше есть выбор. Выбираешь ты такой, такой или такой, или вот так, вот так, вот так. Это уже событийные ряды. И вы понимаете, тогда у нас формируется привычка видеть внешний мир через призму себя. То есть мы понимаем, что он зеркалит нам, и вот там человек сейчас проявляется, мы могли сказать, этот человек ко мне вообще не имеет никакого отношения, но у нас идет через призму себя. О чем это для меня? И сразу видно, это мне об этом, а это мне об этом, а это мне об этом, а это мне об этом. Идут коррекции сразу материальной реальности через призму себя. Мы научаемся так жить. Мы подошли в плотной практике. Господа, для здравомыслящих людей я немножко повкидываю, да, еще параметров, под которые вы придумаете, как вы будете тренироваться, если вы захотите. Потому что это тренировка, это тренировка, которая, в принципе, добавляет драйва в жизни, и реально она приятна. Вот смотрите, для того, чтобы у нас в психике закрепился навык видеть мир через призму себя, как долго надо делать практику? Такую. Минимум 4 месяца. Ми-ни-мум. Тогда у нас сформируется стойкая привычка, и там будут периоды, периоды, вот у нас там есть периоды с 25 по 30 день, с 50 какого-то еще, еще там несколько периодов таких, когда мы уходим в отрицание, когда нам хочется все прекратить, прервать и так далее, не делать. Не просто так у господина Лаврова была программа 90 дней, у господина Белоусова была программа 120 дней. Так вот я все-таки склоняюсь к программе 120 дней, потому что 120 дней действительно в психике закрепляется надежный результат, который мы туда закладываем. Мы определились. Практика делается 120 дней. А теперь смотрите. Практика разборки я-не-я по каждому из параметров бытия. О чем говорит эта практика вообще? Вот это не я о чем говорит? Помогу. Я не люблю себя. Если меня не любят, да, программа, я не люблю себя. А вот где-то такие моменты, когда человека игнорируют. Я не нужна себе. А еще где-то я не свободна. Программа не свободы, это вообще, она просто офигенно в жизни проявляется. То есть мир тут же показывает тебе варианты несвободы. Одни варианты, такие варианты, вплоть до тюремных. И в то же самое время тут к тебе кто-то врывается в комнату, тут ты не можешь заниматься тем, чем ты хотел, и так далее. Это же тоже несвобода. Там варианты, жизнь такие расклады выдаст вам очень быстро. Как только вы начинаете тренировать вот эти программы корневые, вы разбираетесь не с Богом. Вы разбираетесь с собой. Все разборки с собой. Если вас не любят, значит, вы не любите себя. Если вы не нужны, вы не нужны себе. Если вы не свободны, вы не свободны по отношению к себе. Вы не можете определиться с выбором. есть ли, есть ли, есть ли. И так будет этих параметров 495, как говорят Софии. Прикольно, да? Так вот, господа, я предлагаю подумать, каким образом лучше осуществлять разборки. И еще сделаю одну подсказку. Первое, как правило, первое, что мы не принимаем в себе, это то, что проявлено в этой жизни. Это наше тело. Для женщин. Если вы пользуетесь косметикой и пытаетесь себя улучшить, если вы вешаете на себя украшения и пытаетесь себя украсить. Ля-ля-ля. Меня сейчас сожрет весь внешний мир. Я понимаю, я иду в разрез с имеющимися представлениями. Но понимаете, мы это все делаем для чего? Для того, чтобы принять свое тело. Но я не принимаю себя, не принимаю свое тело. Классно. Это же тоже программа. Это не значит, что не надо пользоваться косметикой. Ради Бога. В нужные моменты это классно. Это элемент игры. И можно играть. Но если вы делаете это по привычке, в автоматическом режиме, то тогда к зеркалу разбираться с собой. Говорила, говорила. Я вам много сегодня говорила. Практику. Практика уже просто очевидна. Там другой быть не может. И так, господа. 120 дней на разборке с собой. И потом поговорим о способностях. Потому что еще чуть-чуть отступлю. Две минуты задержу вас. Дело в том, что пока мы долго-долго разбираемся с психикой классическими методами, мы устаем. И в конце концов кажется, что все это ерунда. Отступаем. И останавливаемся. Опять мы только начали пробуждаться. И тут же мы схлопываем это сознание. Говорим, иди поспи еще. Зачем нам пробуждаться? Сейчас, может, не в этой жизни. Но если уже этот процесс пошел, поддержите его игрой в жизнь. И она подарит вам свои бонусы. На самом деле игра меняется сейчас. И можно играть активно сознанием в создание своей реальности и управление реальностью так, как нам самим хочется. Но все рычаги управления находятся внутри нас. Мало того, что нам надо научиться их чувствовать, понимать, управлять состояниями, управлять эмоциями, управлять состояниями погружения в себя, режимами торможения мозга. Это слово одно, состояние. Там вариантов много. Эмоции внешне проявлены или как отражение внутреннего диапазона частот. То есть вот эти все вещи потом наваливаются. Мы всему этому учимся. Нас этому не учили в школе. У нас в обществе вообще не принято делать акцент на внутреннем состоянии. У нас принято делиться каким-то мусором и радоваться своим болезням. Ну, я когда иногда смотрю, думаю, кто из нас сумасшедший, да? Вот. Но при этом это есть. И в этом мире очень интересно начинать игру уже осознанно. Делать вот этот шаг. А этот шаг мы всегда начинаем с разборок с собой. С разборок с собой. И после того, как мы с собой начали разбираться, когда мы научились видеть, отмечать и корректировать в себе, внешний мир отражает нас. До новых встреч, друзья. С вами была я, Наталья Зайцова. Субтитры сделал DimaTorzok